Итак, добрый день, уважаемые слушатели школы юного историка. Сегодня у нас занятие номер 6. Посвящено оно следующей теме «Киевская Русь. Враги». Пожалуйста, посмотрите внимательно на карту. Это окружение Киевской Руси, ее ближайшие соседи, племена и народы, и государства, с которыми Киевская Русь имела территориальное соприкосновение. На северо-западе это финно-угорские и балдские племена, финно-угорцы – эсты, ливы, балдские племена – корс, курш, ладгалы, жмуть, прусы, жмуть территории современной Литвы, западно-балдское племя пруссов. На севере многочисленные разрозненные финно-угорские племена, такие как Сумь или Суоми – предки современных финнов, и жорцы, перм. Вот здесь уже восточнее идут Мардва и Мари – предки современных марийцев. Дальше – Волжская Булгария, государство тюрок, которое здесь образовано еще с VII века, после распада Великой Булгарии. А вот южнее начинается степь, где соседями Руси были многочисленные кочевники, которые приходили сюда в различное время. Это хазары, печенеги, впоследствии – половцы. На юго-западе соседями Руси были угры или мадияры, венгры, самоназвание – мадияр. С запада русские земли граничили с ляхами, поляками. Кстати, в Белоруссии у нас есть город Ляхович, корень слова – лях, то есть поляк. Со всеми этими соседями у Киевской Руси в разные времена были столкновения за территорией. С кочевниками велась борьба против их набегов, в результате которых они жгли и грабили русские города и села, пытались как можно больше взять добычи, угнать пленных, чтобы продать их на невольничьих рынках. И, наверное, вот именно степь давала наибольшее количество врагов Киевской Руси. И хронологически первыми являются хазары, поэтому первый вопрос нашего занятия – это хазары. В 7 веке в нижнем течении реки Волги создано было государство под названием Хазарский Каганат. Центрообразующим народом были тюркоязычные племена хазар. Название, скорее всего, происходит от тюркского корня «каз» – кочевание, кочевье, кочевой образ жизни. Отсюда их самоназвание – хазары. Хазары кочевали в Великой степи на огромном пространстве от Дона до Восточного Казахстана. И в 7 веке, если быть точным, где-то в 660-х годах, они подходят к территории современного Ставропольского и Краснодарского края, где уже существовало тюркское государство древних булгар, Волжская Булгария. Об этом государстве я рассказывал в предыдущих лекциях. Как раз в это время, около 665 года, в Волжской Булгарии умирает великий хан Кубрат. И государство в этот тяжелый период, период, когда нету верховного правителя, как раз попадает под удар кочевников хазар. Хазары вытесняют булгар с Таманского полуострова. И на огромной территории от Волги до Крыма образуется их государство под названием Хазарский Каганат. Во главе стоял Хаган или Каган, Верховный Хан, Хан Ханов, типично тюркский титул. Отсюда и такое название. В столице Хазарского Каганата был город Итиль или Адиль. Различные варианты встречаются. И находился он, посмотрите внимательно на карту, приблизительно вот здесь, у устья Волги, при впадении Волги в Каспийское море. Он не сохранился, город этот. Расцвет Хазарского Каганата пришелся на конец 8-9 век. В это время в Хазарский Каганат входили помимо южного, нижнего и среднего течения Волги, также такие территории, как Северный Кавказ, Крым. Хазары контролировали Волжскую Булгарию, но по-прежнему центром оставалась Нижняя Волга. Вот Нижняя Волга, это течение Волги от города Волгограда до современной Астрахани. Или до впадения Волги в Каспийское море. Хазарский Каганат объединял большое количество народов. Это, собственно, сами Хазары, также другие тюрки, булгары. Возможно, тюрками были буртасы, древние племена полукучевых народов, которые жили на территории современной Средней Волги. Трудно сказать, какой этнической принадлежности они были. То ли это тюрки, но больше исследователь склоняется к этому, то ли финоугры. Также входили аланы, предки современных осетин. В состав Хазарского Каганата входили печенеги. Кочевали также на территории Хазарии и Венгры. Самоназвание Мадьяры. Венгры в конце IX века под натиском печенегов откачуют Закарпаты на территорию современной Панони, Венгрии. И там сядут на землю, займутся не кочевым хозяйством, а земледельческим оседлым и составят основу современного венгерского народа. Кстати, обратите внимание, что практически все народы, населявшие Хазарский Каганат, может быть, кроме только волжских булгар, которые уже прочно сели на землю к этому времени, и осетин, алан, у которых было также распространено отгонное животноводство. Все эти народы вели кочевой образ жизни, то есть скотоводство – это основное их занятие. Следует заметить, что земли здесь достаточно плодородные. Правда, климат сухой, жаркий, но тем не менее ряд Хазарских племен, видимо, в Южной Волге, перешел или к оседлому, или к полуоседлому способу хозяйствования. Вот поэтому знаменитые строки Александра Сергеевича Пушкина в песне о вещем Олеге «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным Хазарам, их села и нивы за буйный набег обрек он мечом и пожаром». То есть их села и нивы. Указывается о том, что был у них оседлый способ жизни, во всяком случае они его знали. Немаловажным занятием Хазар также было ремесло. В основном все, что связано с изготовлением железных изделий, то есть кузнечное дело, производство украшений, они в этом преуспели. Это ювелирное дело, гончарное дело. Понятно, что в этом регионе Южном обработку дерева они знали плохо, слабо. Большое место в экономике Хазарского каганата играла торговля, причем торговля очень интересного плана. Обратите внимание, Хазарский каганат контролировал знаменитый путь из Варяг в Арабы, который шел из Варяжского моря по землям Руси, затем переходил в Волгу, проходил через Волжскую Булгарию и дальше в Каспийское море, а оттуда уже в земли арабского халифата. Этот путь был богатым. По Волге купцы везли массу различных товаров, причем хазары, ну как бы очень удачно вошли в эту торговлю. Это, во-первых, пошлины за провозимый товар, во-вторых, возможен, конечно же, грабеж. Кстати, в советской историографии очень долго и бытовало мнение о том, что Хазарский каганат был, по сути дела, паразитическим государством, который только и знал, что грабил либо торговый путь из Варяг в Греки, из Варяг в Арабы, извините, либо нападал на русские земли и взимал с них дань, а также грабил. Возможно, доля истины в этом есть. Такие товары, как мед, воск, меха, рыбу, конечно же, в Хазарию поступали из Руси и Волжской Булгарии. Сами хазары производили меньше. Но вот кое-какие товары, связанные, допустим, с рыбой, почему-то фигурирует в источниках рыбный клей, производили именно в землях Хазарии и отправлялись дальше уже по Волжскому и Каспийскому пути в другие страны восточные, в том числе и в Византийскую империю. Управлял хазарским каганатом Каган или Хакан. У него был заместитель, бег, и видно, на ранних этапах хазарского каганата был своеобразный дум верат такой, где бег был его заместителем. Затем бег со временем стал выше кагана. За каганом были сосредоточены только какие-то, может быть, религиозно-сакральные функции. Но это стало попозже, когда в хазарском каганате было принято верхушкой общества религия иудаизм. Это не раньше IX века. Первоначально хазары были язычниками. У них было многобожие, боги были различными, олицетворяли различные силы природы. Это такие, как Куар, бог молнии, общепринятый тюркский бог тангрий, бог неба, характерный для очень многих кочевых племен тюркского происхождения. С 40-х-50-х годов VIII века в хазарском каганате под влиянием соседей начинают прорастать монотеистические религии. Удивительно, но это был не иудаизм, который пришел туда чуть попозже. Это был ислам и христианство. А вот уже в IX веке верхушка приняла иудаизм, и от торговцев еврейских распространение его пошло. И многие историки считают, вот в частности, выдающийся украинский историк Петр Толочка считает, что это была одна из причин внутренних подрыва мощи хазарского каганата, когда верхушка обособилась в религиозном плане, в идеологическом плане от низовой массы, от остального народа. И так была дана трещина в некий такой достаточно прочный, пускай даже и несколько полиэтнический монолит хазарского государства. В орбиту хазарского государства, хазарского каганата попадали и русские земли. Ну, те русские земли, конечно же, которые были на границе с степью. Это южно-русские земли, то есть территории современной Украины. Вот, скорее всего, платили дань хазарам поляне. Также к северу племя славянское северян, территории современной Черниговщины. Еще севернее вятичи, уже начинается лесная зона, тем не менее, выплачивали дань хазарам. И на территории современной Белоруссии дань хазарам, об этом есть упоминание в повести временных лет, платили родимичи, племя, которое проживало у нас на территории современной Гомельской и Могилевской области между речи Днепра и Сожи. Существует в современной, кстати, истории среди специалистов самые различные версии о том, насколько были взаимоотношения Руси, русских, восточнославянских племен до объединения в государство Киевская Русь, до знаменитого пришествия Варягов и объединения Олегом Новгорода и Киева, какие были взаимоотношения между русскими племенами и Хазарским Каганатом. Есть мнение о том, что это было, по сути дела, единое государство, где русские племена были в полном политическом подчинении у кочевников. Ну, наверное, все-таки это недоминирующая точка зрения, хотя и очень новомодная, популярная. лично я придерживаюсь того мнения, что действительно, кроме как сугубо данической зависимости, ни в каких иных формах зависимости политической, Русь от Хазарского Каганата не была. Надо мне сказать, забегая вперед, что со временем русские земли справятся с этой зависимостью и ее сбросят. Об этом несколько попозже. Также, несомненно, некое влияние Хазарского Каганата на Русь в плане становления политической власти может быть сугубо внешнее влияние, заимствование какой-то атрибутики. К примеру, киевские князья носили титул Кагана или Хакана, либо, если быть точным, митрополит Иларион, первый митрополит Руси русского происхождения, называл великих князей киевских Владимира Крестителя и Ярослава Мудрого Каганами. Кстати, об этом есть сведения. в источнике, который приписывается митрополиту Илариону в слове о законе и благодати. Кроме того, даже в слове о полку Игореве титул Каган применен по отношению к тмутараканскому князю Олегу. Возможно, вот сведения о повести временных лет о правлении Аскольда и Дира в Киеве тоже как-то коррелируются двое правления, двое власти с тем Дум Вератом, который был в Хазарском Каганате. Помните, я вам говорил, что Каган, Лихакан и Бек. Дань русских земель с Хазар сбрасывает Олег, подчинив себе Киев, он также подчиняет северян и родимящий. В повести временных лет эти события идут под 884 и 885 годами, соответственно. Кстати, что удивительно, в самом источнике, в самой летописи нету сведений о том, что это происходило каким-то вооруженным путем. Нету боев с Хазарами. Но это не значит, что их не было. Конечно же, Хазары тревожили Русь, особенно, что касается приграничных со степью земель. А вот в X веке начинается период упадка Хазарского Каганата. Русь делается все более сильной. И вот замечательный пример того, насколько Каганат ослабел, это поход Игорев за Кавказь в 943-944 годах. И Хазары абсолютно не отвечают военным противостояниям. они их русских на ладьях пропускают в Каспийское море. То есть, они уже не могли им никакой военным образом помешать. Настолько усилилась Русь, настолько ослабел Хазарский Каганат. Довершил разгром Хазарского Каганата киевский князь Святослав. Причем его походы, связанные с разгромом Хазар, они двоякого плана. Во-первых, осталось еще одно племя русское, которое не было подчинено Киеву и которое продолжало выплачивать дань Хазарам. Это самое восточное племя, это Вятище. В 964, а также в 966 году Святослав совершает два похода на Вятище и выводит их из дани Хазарам. Теперь они в подчинении Киева. В перерывах между этими годами, это 965 год, Святослав совершает поход на Хазарию. Однако по каким-то причинам не сломил до конца этим походом он политического и военного состояния Каганата и поэтому видимо был еще один поход около 968 и 969 годов. Возможно в то время, когда Святослав вернулся из первого своего Дунайского похода и отогнал печенегов, которые осаждали в это время Киев и которые кочевали на северных окраинах некогда могущественного Хазарского Каганата. Поход был победным, Каганат был разгромлен, была столица взята Итиль, кроме того войска Святослава захватили крепость Саркел, это Хазарская крепость, которую по просьбе Хазарских Каганат возвели приблизительно в 830-х годах византийские фортификаторы, византийские инженеры, где стоял Хазарский гарнизон, который контролировал торговый путь по Дону, отсюда шли нападения на русские земли, Светлослав захватил и эту крепость и оставил здесь русский гарнизон. Крепость Саркел по сути дела пробыла во владении в контроле Киевской Руси до начала XI века. Сейчас Саркел находится, вернее его остатки, что от него осталось, находится на дне Цемлянского водохранилища. В русских источниках еще Саркел упоминается под названием Белая Вежа, кстати, между прочим. Не путать с Каменецкой Вежей. Остатки Хазарского Каганата, уже не имеющие никакого политического либо военного значения после похода Святослава, продолжали существовать, наверное, вплоть до середины XI века до 1060-х годов, когда пришел в эти земли новый враг Половцы. Печенеги, кочевой народ тюркского происхождения первоначально кочевал на землях Хазарского Каганата. В греческих источниках Печенеги упоминаются под названием Пацинаки и версия их самоназвания скорее всего согласно выдающимся русскому историку Светлане Плетневой происходит от некого легендарного Бече, легендарного предводителя Печенежского племени. Пече, Бече, Печенеги, то есть те, которые были под его властью. Опять же такая полулегендарная версия, но наиболее принятая. В 9 веке происходит расселение Печенегов между Доном и Днепром. То есть они подходят вплотную к границам русских земель. Именно Печенеги вытеснили венгров, которые кочевали еще западнее, ближе к Крыму, вытеснили их на запад, заставили перевалить Карпаты и прийти на территорию современной Венгрии. В древности эта область именовалась как Панония. В 896 году Печенеги совместно с болгарами, которые уже кстати приняли крещение и во голове их стоял князь Симеон, нанесли тяжелое поражение византийцам. Благодаря этой победе Печенеги стали кочевать ну буквально до Карпат, до Дуная на огромном пространстве от Дуная до Дона. С востока соседом у них был слабеющий хазарский каганат, из которого они по сути дела и вышли. у русских границ Печенеги впервые засвидетельствованы в 915 году. Причем очень интересно, они пришли, как указано в летописи, заключили с Игорем мир, с русским князем киевским Игорем мир. скорее всего Печенеги не придерживались каких-нибудь определенных, ну как практически все кочевники политических принципов, а шли на сделку с теми политическими силами, с которыми им было выгодно это делать. Возможно, это был хитрый политический шаг, в это время они находились в противостоянии с Византийской империей, они были союзниками Первого Болгарского царства, а Первое Болгарское царство в это время достигло пика своего могущества при царе Симеоне, который в 917 году в битве на реке Ахиллой разгромил византийские войска. Мало того, буквально сразу после этой битвы он провозгласил себя царем Болгар и Греков. Возможно, чтобы обезопасить тыл южные границы, Печенеги замирились с русским, с русскими землями, с Киевской Русью, заключив некое соглашение с Игорем, которое, кстати, в 930 году они расторгли. Нарушили и уже начинается процесс противостояния Печенегов и Руси. Хотя, конечно, в летописи он отражен не очень подробно. Удивительно, но буквально через 14 лет в 944 году Печенеги помогают Игорю в походе на Византию. Помогают Игорю в походе на Византию. Активные Печенежские нападения на Русь и первое документально официально засвидетельствованное Печенежское нападение на русские земли, когда они подошли к Киеву, это время правления Святослава. Напомню вам время правления Святослава 964-972 года. Осада Киева Печенегами произошла в 968 году, хотя в литературе можете встретить и 69 год. Не часто встречается, но тем не менее есть эта дата. и скорее всего нападение Печенегов на Русь и осада Киева, столицы Киевской Руси, было вызвано в первую очередь своеобразной политикой киевского князя Святослава, который как раз перед этим в 968 году ушел по науськиванию византийского императора на Болгарию. Болгария была сильным врагом Византии, в это время у нее после Симеона начинается как раз политический упадок, у власти стоит сын Симеона, достаточно слабый, слабовольный как политик, нельзя конечно его назвать бездарным, его сын Петр, и вот с помощью русских войск Византия пытается расправиться со своим давним злейшим врагом на Дунае, первым болгарским царством. Святослав уводит значительную часть войск, можете встретить самые различные сведения, в любом случае это несколько десятков тысяч человек, что для того времени для Руси огромная цифра, и по сути дела он в военном плане обескровливает русские земли и оставляет их абсолютно незащищенными перед нападением кочевников, поэтому кочевники печенеги легко доходят до Киева, осаждают его, и Киев находится в крайне отчаянном положении. Княгиня Ольга, мать Святослава, готова по сути дела, как свидетельствует летопись, повесть временных лет, сдать город. Правда, на противоположном берегу Днепра стоит русское войско, русское войско из Чернигова, возможно, были и другие земли представлены, Черниговского воеводы Претича, с которым нету связи, поэтому в легенды вошел знаменитый подвиг молодого киевлянина, который, по сути дела, остался так и не названным, который смог переплыть в Днепр, пройти через Печенежское войско, ибо он якобы говорил по-печенежски, знал их язык, он прикинулся таким воином, который искал коня своего, отбившегося от него, прошел это войско и смог прийти в лагерь Претича и рассказать ему о крайне бедственном положении города. Претич атакует Печенегов, причем не столько военной силы, непосредственным нападением, сколько вот скорее неким таким маневром, маршем на ладьях с громким криком, грохотом, показывая тем самым Печенегам, что идет огромное войско, кроме того, он распространяет слух, что скорее всего на подходе уже и сам Святослав, кстати, Святослав, прознав связь все-таки с Киевом у него была, прознав про то, что Печенеги осадили Киев, он спешит назад на подмогу. Печенеги не рискнули штурмовать практически незащищенный город, отступили, а тут и подоспел сам Святослав. Вот так Претич военной хитростью по сути дела спас Киев от страшной участи. Святослав громит Печенегов и изгоняет их дальше в степь. Возможно, вот как раз в это время осуществлен его знаменитый поход на Хазарию. Хотя, собственно, сама Хазария вряд ли имеет к осаде Киева Печенегам уже какое-то отношение. Это слабое государство, слабое образование, которое было окончательно уничтожено походом в политическом плане, да и военным тоже окончательно уничтожено походом Святослава. Удивительно, что вот это нападение Печенегов на Киев, оно по сути дела не отучило Святослава от какой-то такой своеобразной имперской устремленности завоевать чужие земли, присоединить их к киевскому государству и там на Дунае сделать свою столицу. Он отправляется во второй дунайский поход, который закончился для него по большому счету неудачно. Нельзя сказать, конечно, что катастрофично, но византийский император увидев, что русские не собираются уходить с Дуная, подчинив себе Болгарию, нападают на болгарские земли и вытесняют оттуда русских. Император Иоанн Цемисхий. Согласно договору Иоанна Цемисхия и Святослава, в источниках он запечатлен в очень такой своеобразной обстановке, когда они встречались, Святослав приплыл в Ладье, гребя сам, кстати, без никого как простой воин, простой человек. Было решено, что русские оставляют все владения в Болгарии, которые они захватили и с добычей, обращаю внимание ваше, с добычей уходят, то есть с почетом, по сути дела, уходят к себе домой, на русском. Вот эта добыча скорее всего и сыграет огромную роковую роль в дальнейшем судьбе Святослава. Потому что перезимовав у устья Днепра, Святослав, когда вскрылся лед, двинулся по Днепру против течения и здесь у порогов в 972 году его подкараулил печенежский хан Куря, перебил его и без того немногочисленную после боев дружину, но нападением было в первую очередь, конечно же, то, что причиной нападения было то, что у Святослава была богатая добыча, было за что нападать. Святослав погиб, из его черепа была сделана чаша, из которой Куря и его жена пили вино на перах, тем самым символизируя то, что они как бы приобщаются к силе и благородству этого человека, возможно, с той целью, чтобы у них родился наследник, такой же сильный и смелый, как русский князь Святослав. есть также легенда, согласно которой на чаше этой была надпись «Ищущий чужое дотеряет свое». Таким образом Куря показывал некий такой финал Святослава, который пытался обрести. Царство не в своих землях отправился в чужие дали и в конце концов был убит. В новую фазу противостояния Руси и Печенегов русские земли входят при правлении князя Владимира Святослава ища. В 992 году Владимир разбил Печенегов на реке Трубеж. Это левый приток Днепра, на нем находится на Трубеже, на этой реке находится город Переославль Хмельницкий. Битва ознаменовала начало действительно громких побед Владимира и других русских князей, забегая вперед, это Ярослав Мудрый над Печенегами и по сути дела Печенеги станут рассматриваться не как временная угроза, а как важный внешнеполитический противник Руси. Об этом говорит то, что по приказу Владимира, а впоследствии и его преемников, к югу от Киева будут возведены огромные земляные насыпи, получившие название Змеевы Валы, которые будут препятствовать прохождению быстрой многочисленной печенежской конницы. Археологами представляются Змеевы Валы по-разному, только большие насыпи, длинные в несколько километров, то, как длинные насыпи с проделами в них проходами, воротами, через которых можно было войти, выйти. Так или иначе, вот эти вот такие грандиозные по тому времени сооружения действительно сыграли свою роль в обороне столицы Киевской Руси, богатого города, города Киева, населенного, и они сослужили хорошую службу. Их остатки сейчас достаточно впечатляющие. Такие огромные длинные холмы. Печенеги пытаются подойти к Киеву. В 997 году они осадили Белгород. Осадили Белгород в 997 году. Согласно легенде Печенегов удалось попросту обмануть. Когда было решено уже сдать город, ибо в городе начался голод и мор от него, некий старец предложил сию хитрость вырыть колодцы сверху в колодцы, аккуратно поставить, замаскировав бадьи и наполнить их медом одно, другую киселем и показать печенежским послам, что земля у нас такова, что еда у нас идет из земли, ключом бьет. Тем самым печенеги были обмануты, они увидели, что запах у русских еще огромное количество и никак не взять этот город. И они отступили. Обратите внимание, что уже не первый раз по отношению к кочевникам действует хитрость, военная хитрость. Время идет, Русь усиливается, как вы помните из предыдущих летописий, из предыдущих лекций время Владимира и Ярослава Мудрого, это время расцвета Киевской Руси. Печенеги слабеют и даже кое-кто из печенежских ханов переходит на службу к русским князьям. Так печенежский хан Илдея своим племенем перешел в русскую землю и стал служить киевскому князю Ярополу. Произошло это в 979 году и печенежское племя хана Илдея было поселено принято на русскую службу и поселено по реке Рось. Это река приток Днепра и она защищает Киев естественным рубежом с юга. Кстати по реке Рось издавна в Поросье русские князья расселяли кочевников которые приходили на Русь на службу. Общее название этих кочевников черные клобуки. В основном это такое тюркское племя как торки. Вот они были не такие многочисленные как скажем хазары или печенеги хотя это не единственная их причина почему они шли на службу к русским князьям были другие причины целый комплекс но они были скажем так в большем неком таком военном контакте с Киевской Русью нанимались на службу киевским князьям и по этой реке Рось они были расселены и защищали опять же тюрки со временем конечно не смешались со славянами они защищались Киев с юга но это не первое племя которое там поселилось были и другие в любом случае вот это поросье это создавался киевским киевскими князями создавался своеобразный такой рубеж заслон Киева с юга юго-запада чтобы не подошли кочевники змеевы валы больше ориентированы были на юг на юго-восток ну и окончательное решение для Руси печенежского вопроса окончательное решение печенежских грабежей нападения это время правления Ярослава Мудрого и знаменитая битва Ярослава Мудрого около Киева 1036 году когда печенеги были разгромлены буквально у стен Киева князем Ярославом Мудрым есть версия что именно в этой битве он получил ранение в ногу отчего всю жизнь хромал после этого поражения печенеги уходят в степь и больше на Русь не нападают остатки их орды откочевала на запад возможно смешалась с болгарами а также венграми печенеги они как заклятые враги Киевской Руси вошли в русский эпос они указываются в древнерусских былинах сказаниях там описана борьба русских князей с кочевниками печенегами удивительно но рецепция наследия если наукообразно говорить печенегов есть и сейчас в России может кто-то подскажет и причем это не касаемо каких-нибудь сфер науки искусства но тем не менее все-таки определенная преемственность есть это касается сфер армии вооружения кто подскажет в современной России принят на вооружение российской армии модернизированный пулемет Калашникова под названием печенег в честь победы над печенегами Ярослав Мудрый на том месте где произошла легендарная битва повелел построить храм Святой Софии удивительно что на фреске храма Святой Софии в Киеве есть изображение верблюда животного сугубо кочевой восточной культуры следующий вопрос вопрос номер 3 половцы не успел окончательно распасться и сгинуть в небытие хазарский каганат не успела Русь решить проблему с печенегами как на ее юго-восточных рубежах появились новые кочевники это половцы в арабских источниках их именуют кипчаками в европейских куманами это народ тюркского происхождения того же корня что и хазары и печенеги пришедшие на рубежи Руси в середине 11 века название их половцы существует несколько версий почему такое название во первых что половцы с другой половины половина коренное слово с другой половины Днепра то есть посмотрите на карту с половины Днепра за которую уже заканчивались собственно русские земли и начинался край великой степи вот либо древнее русское слово полов желтый за как ни странно как ни удивительно за светлый цвет их волос мы привыкли считать что кочевники тюрки которые нападали на русский конечно же брюнеты и вы видели как в фильме это обычно показано но нет там русских верно русский рус русский очень ассоциативные слова а вот были и кочевники и кочевники светловолосые это половцы первое столкновение русских с половцами отраженное в летописи датируется по 1061 годом и буквально сразу же рус вступает в череду кровопролитных столкновений с этим достаточно сильным врагом проблема видимо заключается еще и в том что рус после смерти Ярослава Мудрого потихоньку начинает идти к своему упадку этот упадок еще не виден не очевиден но тем не менее какие-то черты его уже присутствуют возможно первые победы половцев над русскими были еще и связаны с тем что половцы применили знаменитый фактор внезапности так в 1068 году у реки Альты они разгромили триумвират Ярославичей войска князей Изяслава Всеволода и Святослава сыновей Ярослава Мудрого кстати вы знаете что они впоследствии подступили к Киеву в Киеве произошло народное восстание ибо Ярославичи не хотели вооружать народ для того чтобы дать отпор кочевником народ поднял бунт Ярославичи бежали из города был освобожден полоцкий князь который в это время сидел в деревянной тюрьме в Киеве в Порубе это Всеслав Пречиславович и который определенное количество месяцев совсем немного был киевским князем вот как раз его вокнижение временное случайное такое очень удивительное оно и связано как раз с половецким нашествием пускай не напрямую все-таки достаточно косвенно но тем не менее буквально через год в 1069 году русские войска разгромили половцев на реке сновь оказались что полоцы не такие уже страшные их много они сильны у них легкая конница они прекрасно владеют саблей луком и стрелами но их тоже можно бить руси к кочевникам не привыкать блестящие победы русских войск над половцами были одержаны во времена правления русского князя Владимира Мономаха хотя если быть точным он еще не стал киевским князем он командовал объединенным войском он был переславским князем в это время его знаменитое сражение с половцами в степи 26 марта 1111 года привело к блестящей победе на несколько лет Русь забыла о половецких набегах мальчиков его победа укрепила его и без того сильное политическое влияние авторитеты вы знаете через два года во время киевского восстания в 1113 году лучшей кандидатуры на киевский великокняжеский трон чем Владимир Мономах попросту на Руси не будет и он станет киевским князем и попытается заново собрать Русь попытается вернуть ей былое величие былое могущество времен Владимира и Ярослава на какое-то время ему это удастся и вы знаете его политику продолжит его сын Мстислав Великий а вот после уже смерти сына Мстислава Великого в 1132 году Русь окончательно бесповоротно вступит в период феодальной раздробленности вот 12 век он принесет с собой новые взаимоотношения Руси и половцев от такой серьезной конфронтации Русь перейдет к то столкновениям с половцами причем они будут как серьезными так достаточно локальными то к хорошим отношениям и даже династическим браком между киевскими и другими русскими князьями и половецкими ханами половецкими ханскими родами особенно вот любили русские князья 12 века брать в жены половецких принцесс вы знаете что матерью Дмитрия извините Андрея Боголюбского матерью Андрея Боголюбского была половчанка он наполовину половец начинается период сосуществования Руси и кочевников Руси и степи случаются и противостояния случаются и битвы случается и неудачный покот Новгородсеверского князя Игоря в половецкие степи и разгром его там в 1185 году вы знаете впоследствии этот поход был отражен в знаменитом русском источнике литературном словополку Игореве кстати вы знаете что разгромленный Игорь находится у половецкого хана в плену в плену очень почетным он замечательный гость его кормят поят там свободно передвигается мало того его женит половецкий хан на своей дочери так совсем замечательно обратите внимание вот такой конфронтации делается реверанс к такому вот благоприятному исходу дел то есть кочевники половцы они становятся что ли данностью на границах Руси и вот с таким сосуществованием половецкая степь и раздробленная Киевская Русь подходят к приходу нового врага тоже кочевников совершенно иного плана чем те которые были до того это монголы следующая глава которую мы сегодня рассмотрим это монголы 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 кочевой народ центральной Азии кочевавшая на просторах современной территории Монголии и объединенные в единое государство под властью Тимучина или Тимуджина в 1206 году который получил статус великого хана и прозвище Чингисхан великий хан буквально сразу же после объединения монголы в единое государство начинается их война с соседями это и с северным Китаем и на север от Монголии в сторону Забайкалья и Приамурья впоследствии захватив северную часть Китая монголы движутся в Среднюю Азию сметают там на своем пусти среднеазиатское государство двигаются в Иран в Закавказье и выходят таким рейдом длинным на берега современного Азовского моря где на реке Калке происходит 31 мая 1223 года знаменитая битва битва с одной стороны половцев и русских князей с одной стороны и монголов под командованием их полководца Сабудая и Джабе битва известна своим страшным поражением со стороны русских и половцев которые выступали воедино но которые были разгромлены по различным причинам то ли от того что поверили монголам в конечном итоге то ли от того что были слабы в тактике то ли от того главная причина что не выступали воедино не могли особенно русские князья между собой договориться кто из них будет первым кто будет главенствующим в русском лагере так или иначе следы феодальной раздробленности видны и здесь и этим русские подплатились разгромив в битве на Калке русские войска монголы не двинулись на Русь тому несколько причин причина первая что они все-таки были очень ослаблены и битвой и длительным переходом из Кавказа в степь сюда ближе к Дону и Волге во вторых они напали впоследствии на после битвы на реке Калке они напали на Волгскую Булгарию и там булгары отбились от них нанесли им пускай небольшое но поражение поэтому монголы вернулись к себе на родину и только через несколько лет уже после смерти Чингисхана его внук Бату-хан на Руси он известен как Батый повел свои орды на запад к Волжской Булгарии покорив Волжскую Булгарию в 1236 году через год монголы поступили к русским землям монголы были сильными опытными воинами армия составляла большое количество человек каждый мужчина воин заимствована у них была осадная техника что было немаловажно потому что кочевники нападавшие на Русь до этого по большому счету брать города укрепленные то и не умели довольствовались как правило какими-то осадами не очень-то активным боевым действием в отношении крепостей сильных и укреплений монголов в распоряжении была осадная техника заимствованная у них ими у среднеазиатов а также у китайцев первым на пути монголов стала Рязань и осада проходила в 1237 году Рязань была взята и практически вся вырезана дотла и уничтожена сожжена нынешняя Рязань это новая Рязань которая возникла кстати приблизительно около 25 километров от того места где была старая Рязань то есть город не восстановился захватив Рязань монголы двинулись во Владимирскую землю и в декабре 1238 года осадили крупнейший центр северо-восточной Руси Владимир на Клязьме по сути дела в то время столицу разрозненной Руси город также пал однако князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу удалось собрать достаточно большое войско и в марте 1238 года встретиться с монголами на реке Сити или Сить в разных источниках можете встретить по-разному монголы были более искусны в военном деле напали внезапно применили свою знаменитую атаку с флангов охватывающую и разгромили русских побежавшее войско буквально затоптало друг друга в Сити и многие там утонули после этого монголы прошлись по всей северо-восточной Руси кое-какие города им оказали ожесточенное сопротивление таким допустим был город Козельск около которого батый простоял вы знаете около семи месяцев за что Козельск был прозван злым городом в русских легендах борьба с монголами героическое сопротивление против монголов оборона городов вошла в виде знаменитого сказания о богатыре Евпатии Коловрате которого монголы смогли уничтожить только забросав камнями из камнеметных орудий подрезанию и сказание знаменитым Китишграде который провалился в воду ушел на дно озера но не сдался монголам в 1239 году монголы прокатились по южно-русским землям захватили Переславское княжество разгромили города к левому берегу Днепра к левобережью от Киева и в 1240 году осадили Киев незадолго до Великой Отечественной войны в Киеве проходили раскопки археологам срезавшим культурный пласт этого времени предстала жуткая страшная картина остатков защитников города чьи кости были усеяны наконечниками монгольских стрел сохранились скелеты двух девочек которые прятались в печи и там задохнулись скорее всего от дыма когда город горел несмотря на героическое сопротивление город был взят сожжен разграблен после взятия Киева монголы двинулись дальше на территорию современной западной Украины в Галецко-Волынское княжество прокатились вихрем по этим землям и огибая Карпаты вошли в Европу со стороны Польши а также к югу это Венгрия здесь в тяжелых боях они были остановлены даже в старых советских учебниках писали о том что они были остановлены польскими венгерскими феодалами но но хотя поражений там они нанесли много осадили допустим Краков другие города разграбили такой город как Загреб это Хорватия дошли до Адриатического моря король Хорватии венгера хорватского королевства если быть точным тогда это два государства были в едином в единой стране объединенной одной унией 1102 года то хорватский король бросил свою страну и отплыл в Адриатическое море на корабле и стал там на рейде скажем так смотрел как монголы громят прибрежные районы Хорватии Далмация несмотря на то что да действительно там было оказано сильное сопротивление но главная причина почему монголы ушли из Европы назад вернулись это то что в результате длинного похода по Руси с 1237 по 1240 год они были обескровлены вот эти вот осады битвы они не прошли даром они очень сильно подточили потенциал монгольского войска и монголы были вынуждены уйти не только с Европы но и с самой Руси навязав русским княжеством выплату дани монголы ушли на Волгу и здесь в нижнем течении Волги они создали свое государство под названием Золотая Орда столицей был город Золотой Сарай недалеко от современного Волгограда недавно приходилось быть в прошлом году в Волгоградском государственном университете университет активно занимается археологическими раскопками столицы монгольского государства и специализируется в археологии в том числе и по изучению Золотой Орды и отсюда монголы будут делать набеги на Русь взимать дань управлять русскими территориями с помощью выдачи специальных документов под названием ярлыки грамоты начнется долгий период владычества монголов над Русью над той территорией которую они прошли которую покорили и этот период войдет в русскую историю под названием монгольского или на Руси их еще называли татары монголо-татарского или ордынского ига который завершится только в конце 15 века в 1480 году когда уже новый центр объединения русских земель Москва Московское княжество Московский князь Иван Третий сбросит монгольское ярмо это долгий и тяжелый период и он очень сильно повлиял на общее развитие русской да и в целом восточнославянской истории не захваченные монголами земли останутся только к северу это новгородская земля монголы туда попросту не дойдут захватив торжок это на стыке Тверского княжества и городок такой на стыке Тверского княжества и новгородской земли они двинутся дальше но дойдут только до деревни Игнашовка легендарная в летописях деревня под названием Игнач крест откуда они повернут назад увязнув непроходимых новгородских болотах отбиться от монголов сможет Смоленск белорусские земли кроме самого крайнего юга также не будут испытывать монгольского ига но время время от времени будут набеги монгольских орд отдельных на белорусские земли так около 1258 года новогрудская земля которая в это время была частью великого княжества литовского подвергнется нападению орды Бурундая а во времена Батова нашествия скорее всего монголами был разорен современный Брест тогдашнее Берестье и сожжен город Гомель Гомель то есть самый юг белорусских земель до Припяти был подвергнут монгольскому опустошению Брест 1240 можете встретить 1241 но если быть точным то указание четко о том что Брест будет разгромлен нету в летописи в летописях есть сведения что волынские князья чьи владения Брест в это время входил проезжая мимо города не могли дышать из-за огромного смрада убитых тел встает вопрос что это было и тут есть самые различные версии первая версия о том что монголы разгромили Брест Бересте тогдашнее перебили всех жителей хоронить было некому и впоследствии когда наступила теплая погода трупы начали разлагаться и отсюда трупный запах и смрад это первая версия ну монголы вообще-то имели обычай так поступать захватив город выводить население из города на ровное место в поле чтобы отобрать мужчин отдельно женщин отдельно ремесленников отдельно которых можно было угнать но остальных уничтожить возможно так и было есть другая версия что около Бересте монголам был нанесен удар возможно они потерпели поражение и монголы язычники были разгромлены и с собой трупы своих убитых воинов не забрали и их некому было хоронить белорусские земли уже давно православные к тому времени они по обычаю хоронили своих погибших но тогда есть одна несостыковка вообще-то должны были похоронить и монголов если тем более что брещане победили жители Бересте чтобы не было эпидемии и мора от трупного яда трупного запаха чтобы эта зараза не распространилась и дальше обычно мертвых даже врага хоронили только по этой причине но тем не менее вопрос остается открытым